Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Я продолжаю постигать на постижимое, чего я вам желаю в самом вашем поиске. И это в самом ощущении. Исковая выскательная. Вы правда живая во влати. Бог вошел в ваше тело. Где вы ищите? Куда вы идете? Бабула говорят, ждите, слушайте, идите в ногу. Они поют. Бог живет в человеке, полностью отстает. О, мое невидящее сердце, твои глаза не разумны. Как тогда ты можешь поселить в себе сокровище человека? Невидимый человек, живущий в сиянии света, скрывает свою личность от тех, кто ослеплен от запенения. Он поселился в человеке, поимаясь и исчезая, как моргание глаз. Они снова и снова боют. Все мы по-разному думаем о Боге, выходя за пределы ощущения и чувства. И до сих пор только в сущности влюбленности мы находим Бога. На другом берегу, океана самого себя, дрожит капля воды до начала всего. Болень всего находится в тебе. И светлое основное, чтобы достичь сути. Озвободи ощущение вкуса на эваке. Открой двери чувств для возлюбленного. Нектара, виющаяся народа с фортальностями. Страсти любой живут в одном единственном месте. И несчастья и радости не существует. Они верят в человека. Они верят в огромные возможности человека. Они верят, что человек — это усыпальница Бога. Они верят в тело. Ни одна религия за свечением Датры никогда не стремилась понять это чудесное появление сознания, находящегося в теле. Сознание, обитающее в теле. Все остальные религии остались против тела, отрицающими жизнь, отрицающими тело. Как будто чем больше вы разрушаете тело, тем более божественнее вы становитесь, тем более вы покурите Богу. По-моему, говорят, если вы разрушите тело, вы разрушите саму основу. Если вы разрушите ощущение, вы разрушите чувствительность. Если вы разрушите свои ощущения, тогда как вы попробуете его на вкус? Как вы услышите его? Как вы увидите его? Если вы разрушите свою любовь, как вы будете любить его? Если вы разрушите свою страсть, то станете бессильны. У них действительно революционная религия, которая не проповедует миром. Они очень неграмотные люди, но великого проникновения в суть вещей. Может быть, поэтому они настолько полны проникновения, потому что они неграмотные, потому что они не знают много в описаниях, и они не знают много о философии и метафизике. Поскольку они не умеют читать книги, они читают свои собственные тела. Поскольку они не могут понять представление, они пытаются выяснить, кто они есть. Поскольку они не могут быть очень учеными, они подошли очень близкую приятельность. Они подлинные, не испорченные обществом образованием. Это очень невинные люди. Их понимание таково. Тело божественное. Тело священное. Потому что все священное. Но это слово «священное» не очень хорошее. Слово «священное» происходит от корня, которое означает «отделие». Где-то на завете Ома займется священным. Потому что он отдельно от этой реалии действительности. Баулы бы засмеялись. Они сказали бы «высловшие с ума». Нет отдельной реальности. Бог есть и это реальность. Баулы делают всю реальность священной, святой и божественной. Их видение настолько оширно, что даже материя больше не воспринимается как материя. Даже материя в их видении становится сияющей. Даже тело – это не просто тело. Она в земле, а она несет в себе божественное. Я слышал о хасидском ровении. Его звали Рабибон. Перед смертью он оставил своему ученикам последнее послание. Он сказал, у каждого должно быть два кармана, чтобы он мог залезать в тот или в другое в зависимости от своих потребностей. В правом кармане должны быть слова «этот мир был создан ради меня». А в левом – «я не что иное, как земля». Это действительно красиво. Он говорит, человек – это не что иное, как земля. Храните это послание в одном кармане. А в другом – «весь мир создан для меня». «Я – Бог всего мира». Храните это послание в другом кармане. Ого послания верны, потому что одно отражает действительность, а другое показывает возможности. Одно показывает факты, а другое – истины. То, что мы созданы из земли, – это факт. А истина такова, что мы созданы по его подобию. Мы объединяем в себе и то, и другое – Бога, покойшегося в мире. Мы земли. И в то же время внутри нас живет огромная страсть подняться высоко в небе. Посмотрите на деревья. Что они делают? Они происходят из земли. Они поближаются в земле. Они укрепили в земле. И они пытаются достать до Солнца. Пытаться, достать до Солнца – это нормально. Будьте как Солнце. До скорых встреч.